Дмитрий Милютин, сегодня предприниматель, предприниматель магазинов и мерки для своих, в прошлом, військовый, профессиональный військовый. Вы глава общественной организации? В том числе глава общественной организации, был мобилизованный в 2015-2015 году, в 2014-2015 году был на сходе Украины, в Поддебальцево был, в Кызнишко-Луганском. Доброе. Чему поляга ваша инициатива? Вы решили организовать эту акцию? Инициатива, я не знаю, откуда она так. Был на этой пещере неоднократно несколько раз. Считаю, что это довольно недооцененное место, которое может стать туристическим каким-то, скажем так, изюминкой района. Тут реально туристы могут сюда ходить зачем-то. Существует множество легенд насчет этого места, насчет этой пещеры. Ну и здесь вообще довольно так. Ну и самая Черная гора довольно заслуживает внимания. А чему військовый залучение до сей акции? Во-первых, я сам військовый. Я многих знаю, со многими служил. Они близки мне, во-первых, по духу. Во-вторых, как я уже говорил, обидно немного часто на військовых. Я считаю несправедливо. Считают их виноваты во многих. Что они вроде как выживают алкоголь, занимаются какими-то беспорядками. Что они вот... Было такое, когда проезжает 128-я бригада виноградов. И в интернете физбуке, в частности, было такое. Вот они приедут, разнесут город там. И все, это надо бояться. Я не понимаю, почему люди начинают бояться свою армию. Это вообще своего рода маразм. Ну и в данном случае хотя бы показать... Это все добровольно, ну, добровольно. Никто их не заставлял. Я подошел до командира, предложил такую идею. Он сообщил людям, люди сами пошли. То есть это люди вообще не с Закарпатья, не с виноградова тем более. Которые вот пошли делать для виноградова такое хорошее благородное дело. Ну, в том числе показать, что военные не такие плохие, как их хорошее в том же Фейсбуке. И вообще они довольно неплохие. Ну да. Что воды зараз роблять бля цвей печари? Пещера, кто здесь был или кто видел фотографии в интернете, в середине она до 30 метров длиной, там можно идти в полный рост. А залезть в нее довольно... Ну, приходится ползком в желтезлазь. Потому что пещера вырубана в скале, а вокруг земля она осыпалась и засыпала вход. Они сейчас землю эту раскопают, расчислят деревья те попадавшие, чтобы можно не на животе, а хотя бы более-менее нормально в пещеру зайти. То есть сделать нормальный вход в нее. Что многие, насколько я знаю, туристы, ну, виноградовцы даже, не хотели заходить в пещеру, потому что именно страшно заползать на животе туда. У многих там фобии возникают. Сделать нормальный, хороший, красивый вход, чтобы это было достойное место для посещения. Супер. Лё. Я курина. Звук лечения.